Карачаево-Балкарский платьев Настоящий фурор Напряженная и бескомпромиссная борьба Крупный спортивный турнир по токвонду провели в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Квести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит У ФСБ России по Карачаевой-Черкесии в рамках реализации национального проекта «Развитие здравоохранения» Выявлено и пресечена преступная деятельность трех жителей региона Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Подозреваемыми по делу проходят два представителя Республиканского учреждения капитального строительства 36 и 37 лет А также 42-летний бывший руководитель частной организации, местонахождение которого устанавливается По предварительным данным, в 2018 году предприниматель заключил госконтракт Согласно которому он должен был поставить медицинскую мебель и радиоэлектронную продукцию Для оснащения новой поликлиники в Черкесске Однако условия договора бизнесмен не исполнил Несмотря на это, должностные лица подписали товарные накладные, якобы поставки товаров В связи с чем, насчет фирмы из бюджета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии Было перечислено около 21 миллиона рублей Впоследствии сообщники поделили незаконно полученные денежные средства между собой И потратили по личному усмотрению Расследование уголовного дела продолжается С момента пришествия в Карачаево-Черкесию стихии, которая оставила после себя немало проблем ряду населенных пунктов Прошло больше двух месяцев О том, как с ними справилась региональная столица, в сюжете корреспондента Артура Мхце Черкесск не первый раз сталкивается с необходимостью оперативного возврата на привычные рельсы благоустройства После влияния сильных дождей и ветров Снова заметно преображение дворов и улиц Жители своими замечаниями также вносят лепту в облик родного города Правда, есть то, что зависит в первую очередь от действий или бездействия обслуживающих организаций Пришедшая в региональную столицу 31 мая текущего года непогода оставила после себя немало следов От каких-то коммунальным службам избавиться уже удалось Однако некоторые последствия града до сих пор представляют для людей опасность Оставшиеся в оконных рамах некоторых многоэтажек стекла могут в любой момент упасть вниз И хорошо, если в то время около дома никто не будет проходить В противном случае беды не миновать Люди не раз обращались в обслуживающие их имущество организации Однако и через два месяца после стихии ответа не получили У нас в соседнем дворе люди пишут и обращаются в управляющие компании Управляющие компании сейчас неуправляемы Я сама вообще-то старшая в доме Я эту проблему очень глубоко знаю Но повлиять, по-моему, на них некому у нас Я не знаю Но вот сейчас все равно вы сидите, по сути, под разбитыми стеклами Да, конечно, но это уже безобразие Но а кто? Это же работа управляющей компании Неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации Или реакция от управляющих компаний на заявления людей Поступит лишь после несчастных случаев В городском управлении ЖКХ рассказали, как воздействовать на тех, кому жители доверили свое имущество Жителям многоквартирных домов, указанных, необходимо обратиться в свою управляющую компанию И в случае, если управляющая компания каким-то образом игнорирует Надо обращаться уже в мэрию муниципального образования города Черкесска Или же в госжилнадзор Те, в свою очередь, будут выписаны предписания Если управляющая компания не реагирует на эти предписания Предусмотрены санкции вплоть до того, что их могут даже лишить лицензии Если в вашем доме есть схожая проблема, не стоит ждать, когда представители управляющей организации придут и обратят на нее внимание Незамедлительно реагируйте сами по предложенному экспертам примеру Промедление может привести к весьма неприятным последствиям Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия Модельер из Карачаева, Черкесии Зарима Хабчаева Представила на ВДНХ свою лучшую коллекцию национальных карачаево-балкарских платьев В самом престижном фестивале выставки модельер участвовала благодаря... Модельер из Карачаева, Черкесии Зарима Хабчаева Представила на ВДНХ свою лучшую коллекцию национальных карачаево-балкарских платьев В самом престижном фестивале выставки модельер участвовала благодаря поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии и лично министра Зураба Гербова Коллекция национальных платьев Зарима Хабчаева без преувеличения стала триумфальной И вызвала восхищение зрителей О чем свидетельствует неоднократная дефиле на бис по просьбам посетителей выставки Своими впечатлениями модельер поделилась с моей коллегой Мадиной Каракетовой На выставке ВДНХ платья модельера Зарима Хабчаевой произвели настоящий фурор Это была не просто выставка национальных платьев А самый настоящий модный показ, рассказывает мастерица Показ мы провели восемь раз Так как люди, которые приходили туда, и они видят, что у нас девочки уже в таких нарядах Кто-то там сидит, кто-то тут сидит, отдыхает И они просили, чтобы мы опять вот эту проходку повторили именно для них И каждый раз, когда приходила определенная делегация, мы делали этот показ И каждый раз, когда мы это проводили, люди подходили, трогали руками, удивлялись Одни вообще хотели фотографироваться только вот с этими нарядами, с девочками Коллекция называлась «Из прошлого в будущее» Зарима Хабчаева наглядно показала эволюцию карачаево-балкарского национального платья Модельер взяла временной отрезок 17 века, когда законодательницей моды была знаменитая княгиня Гошаях-Биче по наши дни Посетители дефиле восхищали и настоящие старинные украшения, которые были использованы в отделке некоторых платьев Во многих нарядах у меня были оригинальные, вот как сейчас на мне, украшения Именно украшения карачаево-балкарского ландского народа Это у нас идет тюме, нагрудник, который защищал раннюю грудь женщины И пояс, кямар То есть это были изделия старинные из серебра, а не аналоги, да? Да, 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 изделия были старинные из серебра и золота Многие вещи там серебряные, например, вот то, что на мне, это вот серебро идет, и она покрыта сверху золотом И раньше практически все было вот в таком свете А в качестве обуви использовались высокие деревянные сабо Они не только придавали рост и стройность девушке-горянке, но и имели весьма практичное предназначение Защищали, отделанное драгоценными металлами и камнями, тяжелое бархатное платье от загрязнения Ведь постирать такой наряд было весьма проблематично А сколько весит полноценное национальное платье с шапочкой, со всеми этими делами? Ну, если честно, если взять, просто уже вот эти атрибуты, то, что на мне, это уже хороший вес свой имеет Это около трех килограммов практически получается Бывает, что полтора килограмма весит только один пояс На грудник бывает, что весит 700 грамм, килограмм Ну, исходя из того, сколько звеньев у нее, да? И плюс к этому уже наш наряд, если он уже на подкладе полностью Если блюсти все каноны этого платья, ну, она будет весить минимум 7-8 килограммов И один наряд у нас, у меня был наряд с атрибутами, который весил 12 килограммов Ну и попробуй тут не быть, не держать осанку, да? Однозначно Если для украшения нарядов старины были доступны драгоценные металлы и камни И даже нити для вышивания орнаментов были изготовлены из настоящего золота и серебра То современные национальные платья более легкие, изящные А разнообразие тканей и элементов для декора позволяет мастерицам реализовать любую свою творческую фантазию Модельера Зарему Хабчаеву очень радует тот факт, что в последние годы этнический наряд становится все более востребованным Невесты все же предпочитают свое платье европейскому Да и современные модницы стали использовать в повседневном и деловом гардеробе элементы национального костюма Естественно, идет полное сохранение культурного наследия карачао-балкарского ландского народа Вот с этим сопровождением я всегда стараюсь, чтобы как можно больше молодежь вдохновлялась и одевалась именно в эти наши наряды Хотя бы в тот торжественный день, когда они меняют свою жизнь, когда они создают новые семьи Есть такие пары уже, где вот и жених, и невеста уже идут конкретно в этих наших карачао-балкарских аланских нарядах И вы знаете, это очень красиво В каждое платье мастерица вкладывает любовь и частичку своей души Зарем Хабчаева признается, что прежде чем взяться за изготовление платья И необходимо до мельчайших подробностей увидеть его в своем воображении Сопоставить будущее платье с образом его обладательницы Не то, что там цвет, модель, еще что-то, рисунок может не подойти именно этому человеку Исходя из этого, бывают такие работы, которые требуют и 5, и 6 месяцев Бывают реставрационные работы, которые требуют очень много времени, занимают А есть такие полегче, ну вот тот наряд, который на мне я сделала за два дня Для модельера важно, чтобы ее произведение нравилось не только тому, кто его будет носить Но и привлекало к обладательнице чудесного платья восхищенные взгляды А посему в воображении Заремы Хабчаевой живут еще множество вариаций национального карачаево-балкарского платья Которое мы обязательно еще увидим на самых востребованных площадках России и мира Водинокоракетва Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии они первый раз принимают у себя крупный спортивный турнир В спорткомплексе «Юбилейный» представители более чем трех десятков региона приняли участие во всероссийском отборочном соревновании по тэквондо За перипетиями борьбы наблюдал корреспондент Артур Мхце 328 человек из 34 регионов стали участниками всероссийского турнира по тэквондо который прошел в стенах спорткомплекса «Юбилейный» Состязания в Черкесске являются отборочными на чемпионат, который пройдет в конце этого года В числе почетных гостей президент Союза тэквондо России Анатолий Терехов начальники региональных федераций по этому виду спорта, представители спортивных ведомств Эти соревнования проходят уже традиционно и также по традиции на данные соревнования приезжает достаточно большое количество спортсменов которые уже имеют статус победителей и первенств чемпионатов Российской Федерации победители и призеры первенств международных соревнований Европы спортсмены, которые являются членами сборной команды Российской Федерации Хозяева турнира на кубок руководителя Всероссийского союза тэквондо не без основания рассчитывали на успех в отдельных весовых категориях поскольку имеют в составе сборной несколько победителей и призеров крупных соревнований Среди них медалист прошлогоднего чемпионата Амина Хутова рассказавшая о том, почему выбрала именно эту дисциплину Моя одноклассница тренировалась, занималась тэквондо Мне так стало завидно по-хорошему и я тоже решила прийти Мне очень понравилось, с первой тренировки я вот решила, что я хочу этим заниматься Вот уже 9 лет тренируюсь, мне очень нравится Здесь каждый хочет завоевать дополнительную путевку и поучаствовать в конкурентной борьбе Поэтому соответствующая подготовка у нас идет к нашему турниру, к домашнему Что касается нашей сборной, у нас в принципе то, что мы планируем запланировали на этот турнир, немножко отклонения, недобор пару человек Соревнования прошли в напряженной и бескомпромиссной борьбе В большинстве поединков победителя удавалось определять по последнему активному действию В некоторых случаях судьям приходилось прибегать к помощи видеоповторов В перерывах между состязаниями проходили церемонии награждения Самыми счастливыми в такие моменты были, разумеется, золотые медалисты которые вместе со статусом победителя получали путевку на главный турнир ноябрьский чемпионат России по тэквондо Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия Наш выпуск завершен Далее смотрите информационно-правовую программу Вести дежурная часть с Ахматом Халкечевым Итоги за июль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok